шалом всем мы с вами сегодня говорим и продолжаем говорить на тему земли израиля это бесконечная тема конечно не можно много говорить сейчас мы были как раз ров бегона утешали скорбящих у него умерла жена и он и на похоронах и сегодня была очень подчеркнута ее большая любовь земле израиля она ходила в любыми в этом году что она была такая уже больная и слабая она просила быть на шаббате в хевроне шаббат хаей сара это шаббат который в которой была дневная глава в которой авраамовины покупает и как называется пещеру махпилла марата махпилла пещеру махпилла и есть обычный сегодня такой да что много-много евреев собираются нашего там хевроне и так далее может на могиле праотцов открывать но это из-за меня нельзя короны сейчас мало обычно там под 40 собирается потому что преувеличил мне кажется я помню что такие такие цифры когда 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 нет это самое не было короны то это нам было миллион-миллион бауха чем идешь по хеврону как по ирусалиму можно ходить совмодно кицу и она ехала хеврон и шла пешком марата махпилла и так далее всех дети живут поселениях в общем в общего в заслугу женщин до земля приобретается слугу сары приобретается земля сара говорит и говорит и аврааму этот сын шмей не будет наследовать своим сеном она говорит Раши там объясняют, другие мультики говорят, что вопрос шел о наследии земли Израиля. Кузырь так объясняет, что Господь за землю Израиля, кто наследует землю Израиля. Говорит, он не будет ее наследовать, выгони его, прогоняй его и так далее. Поэтому мы видим, что часто именно женщины, они как раз, видно, у них такая глубокая любовь именно к земле. Даже у нас в семье, да, это самая жена сподвигает нас на всякие тут эти самые приключения, куда ехать и где жить. Да, я с удовольствием присоединяюсь, но это ее идея, да. Поэтому видно, что есть у женщины такая какая-то особенная связь с землей. Родина-мать. Топ. Беседр. Так мы с вами говорили про землю Израиля. Да, есть много чего здесь учить и говорить. И давайте вспомним пасу, которую мы увидели с вами в прошлый раз. Кто помнит книга Шмот? Всевышний открывается Муши Рабейну в первый раз в несгорающем кусте. Терановника. И это 70-я страница, 3-я глава книги Шмот. Третья глава, восьмой пасу. Восьмой пасу. Интересно, здесь каждое слово очень глубокое. 70-я страница в русском издании, в синем. Это 3-я глава, восьмой пасу. Написано, и не сшел я. То есть, говорит Всевышний Муша в этом откровении. Володяна, спустился, написано, в Эрет, да? В Эрет. Я спустился избавить его других египтян. На русском написано, вывести, написано, и поднять из земли той. То есть, интересно, что написано, что Всевышний спускается туда, чтобы поднять нас из земли той. То есть, из спуска и поднятия. В землю хорошую и широкую. В прошлый раз мне говорили о слове широком. Помните, да? Что такое широкая земля? Хотя географически, топографически. Это вроде уткать. В землю. Первая категория. Хорошая и широкая. Второй раз земля. Землю текущим молоком и медом. Третий раз. Землю, канонейцы, хитийцы, мурейцы, фразивы. Да. Но на видимости Рахам. Рахам это аж широкий. То у нас здесь три раза слова земля упоминается. Землю хорошую, обширную, широкую. Землю текущим молоком и медом. Сегодня мы говорим про текущий молоком и медом. И ретроактивно поговорим про понятие хорошая земля. Мы говорили в прошлый раз, слово хороший. Это слово относится, мы допрыгливаем хорошая земля, хороший дом, хороший телефон, хорошая собака. Человек хороший, лявний. Так вот как раз к человеку понятие хорошее относится. Потому что хорошо это связано с моралью, со свободой выбора. Человек выбирает добро, выбирает хороший поступок. И выбирает зло, плохой поступок. Машина не может быть хорошая, у него нет свободы выбора. Машина может быть качественная, надежная, экономная. Это не интересно. И так далее. Честно, может выбирать. Да? Тесно говорит, может выбирать. Что она может выбирать? Ехать или стоять. А, да? Она тоже не выбирает. Да, у него есть запрограммированные эти самые функции. Он там уже, афтопилот. То есть человек может сегодня выпить, напиться за рулем, ехать на машине, уставить полицейский. Да. Он говорит, мя-мя-мя-мя-мя, Тесла, а не моя, да? Все это, топ. Мы уже слышали, что они откликали. Да, это самое, топ. Мелот уснул и Тесла из 60 километров полицейских угонял. Да? На русском обрушении полицейский хотел его сыновик и Тесла. Так вот, вот это добро, эрит стова написано. То есть слово Тов связано с выбором. Потому что мы видим Всевышний, когда говорит мир, он говорит Всевышний, увидел Всевышний, что мир Тов, да? Каждый раз написано, каждый день почти, кроме второго дня. Тов, 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 Тов. То есть, да, потому что это выбор, да? Поэтому нельзя сказать на самом деле про машину и про телефон, и про дом, что он хороший, качественный, надежный, экономный, крепкий и так далее. Да? Так, хорошая может быть та вещь, где есть свобода выбора. Так как свобода выбора есть только у человека, все остальные творения, ведь у них вообще нет никакой свободы выбора, либо это инстинкты. То Земля, которая ничего не выбирает, и она как бы... Земля? То странно, почему она называется словом Тов. Если Тов выбирает нам это слово, значит, это слово важное, принципиальное, оно да, относится к этой Земле. И сегодня без Раташем мы разгадаем эту загадку, надеюсь. Но сначала поговорим про понятие второе, да? То есть, второй раз, когда понятие в этом, по сути, слово земля, написано текущим молоком и медом. Как известно, речь идет о плодородии, то есть, в этом, по сути, Това подчеркивает, как бы, так описать землю, землю, что она такая плодородная, что есть столько много молока, то есть, есть в этой пустынной местности, на самом деле, и скалистой местности, вдруг, когда народ здесь находится, есть столько много урожая, еды и пастбища и так далее, что козы, которые, обжираются просто израильской травой, и стоят там, и у них ведь капает молокос, у коз тоже называется это вымя по-русски, да? У козы капает молокос в имени, и еще капля, еще капля, как земля скалистая, то они не впитываются в землю, они, капли скатываются по скалистой горам, по скалистой почве, и соединяются еще капли, еще капли, получаются ручьи целые, и здесь же растут и финики, которые наполняются этим соком, мед, да, мед на иврите, дваж, это не, как мы привыкли, русский мед такой, да, пчелиный, а мед это сок, сок фрукта, называется дваж на иврите, поэтому, допустим, есть финиковый мед, это он жидкий очень, да, это силан называется, но это самое, но это мед имеется на иврите в виду сок, который вытекает, этот липкий такой, да, и это сироп такой, и он, а? Под, под фрукты, ну, под... Да, так намерение, что это что? А, пирогты мази, фрукты потеют, то есть они столько полны сока, что они потеют, как бы, на иврите, называется, они капают этот мед, и смешиваются, да, и есть потоки меда с молоком, я помню, когда я первый раз в жизни, по-моему, первый раз в жизни это было, в Израиль приехал на программу Таглид, у нас был такой интересный мадрих, и он нас взял на какой-то, я не помню, где это были, на какой-то очень высокий такой, утес такой, где-то, я не знаю, где мы были вообще, это было зимой, я помню, в зиму пор мы прилетели, и была дождь такой, все, как раз такая была трава зеленая, помню, постоянно там утром, там, в 4 приземлились, там, 5-6 квадратных, вперед, такой утес, раздал всем свежий хлеб, такой еще булочки такие, это самые такие, багеты такие, каждый отломал себе, налил каждому молока, и открыл бутылку этого финикового меда силана, каждый макал этот самый хлеб в молоко, этот, не в молоко, в этот мед, и кушали это самое, и пили вместе с молоком, и он начинал пастуки про землю, текущий молоком меда, было очень символично так, первое, что я в Израиле, и вдруг так на утром, про зимнюю таким утром, все такое мокрое, роса, хорошее было ощущение от китсуру, поэтому каждый может себе это воссоздать, не так дорого, молоко, банка 100%, а есть с сахаром, который делают финиковый, а есть 100%, он стоит 17-18 шекелей, что такое, 20 шекелей максимум, супер стоит, целый литр, у меня дети все время кушают, это комплекс, гранолу там с молоком, и папа налил нам этот самый, силан, 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 блинчики кушают, кто только с силаном, кто только с силаном, кушает без блинчиков, те, кто берет, со сметаны смешивает этот силан, получается у него сгущенка такая, а есть те, которые смешивают с тхиной, и получается такая халва жидкая, китсу, я вам даю идеи, тут для этих самых, можете экспериментировать, дешево, полезно, и вкусно, китсу, так-так, Всевышний говорит, Моше, про эту землю, описывает такое, ее изобилие, да, то есть, это странно, потому что земля, это в принципе, она не очень изобилие, здесь нет ископаемых, она скалистая, пустынная, малярийная, болотистая, и все напрочем, но видно, с нашей приходом народа в землю Израиля, как в прошлом, так и в настоящем, земля раскрывает себя, поэтому это описание первое, да, показывает, что смотри, да, эта земля, с приходом твоим, она становится такой, то есть, я подниму тебя, и ты придешь в землю, и она, и она будет для тебя, текущим молоком и медом, не для врагов твоих, поэтому мы с вами в книге Вайкра в главе Вайкра в главе Вайкра, когда будем считать там благословение и проклятие, то есть проклятие, что Всевышний говорит, да, и будут пустовать на этой земле ваши враги, то есть, вы будете себя плохо вести, Всевышний вас изгонит, но знайте, что на этой земле будут пустовать ваши враги, говорит, Рамбан, это очень хорошая новость для народа Израиля, что в наше отсутствие здесь не возникнет ни одного государства, хотя все стремятся здесь создать царство, но земля, говорит, никого не примет, и это проклятие, что будут пустовать на ней ваши враги, это для нас на самом деле хорошее обещание, Что, да, им нас здесь не будет, но когда нас здесь не будет, здесь ничего не будет. Здесь никого не будет. Да, может быть же один-два человека, государства здесь не будет, народа здесь не будет. Земля будет закрыта, непроходимая, недоступная для никого, как верная жена. Но сегодня мы поймем, почему Тор выбирает. Ведь можно многими метафорами описать плодородие земли. Можно сказать, что будут реки течь вином и так далее. Есть разные вещи, которые можно сказать. Почему именно молоком и медом? Я передаю вам микрофон. Почему именно молоком и медом? Мы поняли, что молоко и мед – это символ изобилия. А почему именно эти две вещи Тор выбирает? Можно много чего вывести. Можно сказать текущим виноградным соком, там, не знаю. Можно чего много. Что особенность молока в молоке и меду? Меде, меду? Меде. Потому что нужно и человеческий труд приложить, чтобы получить эти продукты. То есть, человеческий труд тоже. Тогда нужно было хлеб дать. В хлебе есть 11 милоход. 11. Поэтому, если бы хотим… Но тут такой баланс. Молоко – особый труд нужен. Какой человек сидит, этот парень, этот самый, на тузочке. И этот пастух играет, и козы кушают. Молоко – единственный продукт, который в первый раз жизни каждый человек знает. Ты не прав. Почему? Потому что то, что мы называем материнное молоко, это мы так называем, потому что оно там светлого цвета. Но, во-первых, оно не молочное, оно парвы. Во-вторых, это не молоко. С точки зрения, это не то же самое молоко. То есть, мы называем это молоком. Потому что, когда есть конфеты – птичье молоко. Я вспомнил, да? Это же никакого… У птиц нет никакого молока. А почему их так называют, кстати, птичье молоко? Потому что она принесла, наверное. Птичька. Стоп. Птичька, король, поездила. Это интересное название. Птичьи нарисовано, обычно. Да, но почему у птичьих нет молока? Как известно, они птиц, они не кормят молоко, этих священят. Нет, просто в связи с ученником выбрали новый вид птиц. Это из коровы. Я вижу, нам не хватает времени для шуток. Давайте сегодня выделим полчаса для вечер шуток. Я понял, я понял намек. Был такой, тамид хахам, Мирказ, Вишив Мирказарав, который издал две части толстой книги. Еврейские шутки. Шутки разных, и мудрецов, и раввинов, и не знающих людей, и проевреев и так далее. И у него там, я не читал это, но я слышал Трафтаун, он сказал, что... Судокок тоже советовал читать эту книгу, как бы, да... Там есть пару шуток, которые можно было бы их и не писать там, конечно, да... Но у него есть там очень глубокое предисловие, где он объясняет очень глубоко, как работает смех, почему есть смех, в отношении духовном, что значит смех и так далее. Вообще видим, что смех у нас очень важен. Наш один из правоцов называется Ицхак, засмеется в будущей форме. Мы говорим в Шаббат Тегилим, что в будущем... Азимали схокпину, да, в этом... Азимали схокпину, да... О, так мы говорим, что наполнится наш рот смехом. То есть смех у него есть очень интересное место такое. В Торе, в мудрецов, в пророчествах и так далее. Есть разные описания. Схок и цхок. Летсахек или Летсахек, похожие слова. И... Версия. Китсу, поэтому вам нужен этот самый, нам нужен вечер шуток, я понял, да? Версия про молоко и про мель. Они отличаются, эти продукты, тем, что они выходят из животных. И, допустим... Мед. Мед, он даже на пчелке. Мед, это единственный продукт, который... Это из некошерного, он становится кошерным. Мед кошерный, пчелка некошерная. Почему? Не, имеется в виду Силан. Ну, это одно из объяснений меда. Ну, да. Ну, а... Вот. Что мысли было? А, про белый цвет. Что белый цвет, он символизирует частоту. Угу. 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 Не сильно объясняет, но... Ну, интересно. То... То... То есть, так... Овцу докупка в своих беседах недельной главы приводит интересное объяснение. Как раз он объясняет эту идею. Изменять текущим молоком и медом. У нас есть такое правило, что то, что исходит из тумного тумное. Откуда нас берется молоко? Мудрецы спрашивают, спрашивают в Талмуде вопрос. А... Какой источник того, что молоко кошерно? То есть, мы, те, кто учили с нами предисловие к Мишне, которое мы закончим в ближайшие пару недель, знают, что когда Талмуд спрашивает вопрос, откуда мы знаем, что молоко кошерно, это не то, что Талмуд спрашивает. Потому что Талмуд знает, что молоко кошерно. Откуда Талмуд знает, что молоко кошерно? Ну, почему молоко коровы кошерно? Да, потому что утром мудрецы, и козы тоже, потому что утром мудрецы, которые завтракали, выпили стакан молока. Они не знают, что молоко кошерно. То, что они через час спрашивают, откуда мы знаем, что молоко кошерно, это не потому, что они не знают, а они имеют в виду, какой есть, где намекается. У нас есть традиция устная, полученная горитина, что молоко кошерно его можно есть и пить. где в писанной торе есть на это намек ведь мы сказали что мудрость рамбом пишет что мудрость писана текст который такова что она отражает в своем тексте известны устные законы то есть когда тора спрашивает а откуда в какое время нужно считать чума она знает какое время читают чума там у спрашивал этот вопрос между где в писанном тексте отражен известная лоха что почитается там утром с такого-то по такое-то время вечером с такого-то ими тогда то же самое когда то там утра что откуда мы знаем что плод дерева великолепного этой трогу в этом достигает сукот учат законы сукота держит утром в руках и спрашивают вопрос не потому что они знают а где в письменном тексте есть намек на то что мы делаем ведь правило таково что письмен ток текст обязан отражать известный устный закон полученный на горе синай есть только мини какое-то очень минимальный минимальное количество законов рамок пишет вроде 30 это закон у которых нет никакого отражения в писанном тексте вообще-то сто процентов устная тора только чисто устная традиция полученной горе синай эти законы называются почти одно слово пропустил аллаха лимошеми синаи аллаха сказанная мужчина синаи то есть когда мы встречаем мишнетьба в том будет правило аллаха лимошеми синаи аллаха сказанному 6 синайя имеется виду что все аллахоты были сказаны миши синаи но когда почему же только 30 законов который тора так называет устная потому что эти те законы у которых нет никакого устного письменного отражения в тексте секунду я думаю что это может быть этот врач ну сразу помни остановить алло и поэтому то что вышло у нас есть правило да когда мудрецы спрашивают откуда мы знаем что молоко кошерное между где в письменном тексте отражено что молоко кошерно мы знаем что кошерно где а ты что-то сейчас есть оттуда ты знаешь это кошерно либо не кошерно о это хороший вопрос зачем нам говорить чтобы не варить в молоке если нам и так молоко нельзя было давно вопрос нам нельзя тоже интересный нюанс даты из мако в принципе нельзя зачем мне замечать мясо в молоке свярена кашерами кошерно интересная вещь мудрецы идут по другому пути твой вопрос очень интересный бениамин очень интересный вопрос нужно взять его на расследование не бред я серьезно говорю если что что гмара нужно проверить уже поведен к море может быть гмарада предлагает это решение потому почему-то отметает я это не помню блин я поставлюсь это проверить на очень хорошее замечание молодец и тем не менее пойдем по тому пути который мудрецы предлагают там они говорят очень простой источник того чтобы хоккаж а почем про а почему массу в чем про него конечно не кошерная потому что откуда берется молоко в теле коровы она есть траву в траве нет мало как известно выжимте сок травы и что вас получится травяной сок если получится молока там не будет куда же молоко берется кровь организм коровы так уж то что он перерабатывает кровь и она становится молоком у нас есть правило вышедший из тумного тумное кровь пить нельзя потому что это тума и высшей из крови то есть она тоже тумное то что вышло из тумы она сама тумная то есть так молоко производная кровя крови на тумная кровь перерабатывается в теле становится молоком производная кровь молоко происходит из крови так устроена организм коров должна женщина которая кормит молоком так называемым до ребенка откуда не уберется молоко молоко у него заканчивается месячный месячный цикл да и вместо месячного цикла это кровь перерабатывается и становится молоком да это интересная вещь да поэтому сегодня немножко природа тела сегодня да как бы биология физиология сбитой за всякого питания там радиации все на свете если разные ситуации но в принципе до обычно кормящая женщина у него нет места и месячного цикла то есть у нас молоко вышло из крови так в этом мудрецы так как он вышла из крови и сегодняшняя физиология биологии это вещи подтверждают то у нас правило вышившая из тумного тумное поэтому нельзя пить молоко как же мы его пьем мудрецы говорят то есть мы его пьем то есть у нас и у нас есть традиция что она кошерная но где в торе есть на это намек что это исключение до вышившая из тумного тумное но она кошерная нет ответ в нашем посылке земля текущая молоком и медом говорят мудрецы не может всевышний хвалить землю тумными вещами здесь ты видишь намек известной традиции что молоко она кошерная несмотря на то что он вышла из крови то посмотри в этот послуг земля текущая молоком и медом всевышний восхваляет землю говорит и швахин да как бы восхваления тумными вещами не кошерными не может такого быть поэтому и стоишь то есть не мне спасу кучим а мы ищем какой посука отражает устную традицию в каком посуде это даже но то есть получает из этого комплимента в нем уже и отводит находится поэтому может быть мудрецы предпочитили бениамин этот ответ твоему хотя бы нужно проверить до сих пор твой ответ очень интересный чтобы предложил да потому что там не подчеркивается великолепия какой-то да что земля израиля ставится молоком то есть не может быть что он не кошерно то есть просто так это комплимент земли израиля да нужно проверить это интересный вопрос нужно это проверить посмотрите затощаем блин это я постараюсь на это поверить и тем не менее и поэтому достигает а как же быть проблемой того что молоко вышло из крови она не кошерная она она тумно и рядом с интересную фразу ми тэн тагор митаме алёй хат есть такой пасук той даст тагор митаме кто даст чистое из нечистого не всевышний ли то есть ты прав что обычно правило такое да но если всевышний хочет взять и сделать из тумы чистоту то он может сделать для него это не невозможно да кто сделает и даст тебе чистоту из тумы не единый лечь всевышний потому что ведь он источники и тумы и чистоты он все это создал да поэтому он может вещи изменить так ты видишь что всевышний сам славит землю израиля молоком значит а вещи и чисто можно пить подобная же проблема у нас есть и с медом сейчас пойдем по версии что мед это финик что это пчелиный мед мы ходим в тонах и что есть несколько раз вспоминания про мед что он пчелиный мед один из него в книге шофтимс история с шипшоном где там идет речь про мед и там упаяться мед пчелиный видишь снова мед ваш вторе несколько текста пчелиный мед в том числе если у него появится общины мелко здесь было сказано то у нас мед выходит из пчелы пчела не кошерная тумная мед который вышит а потому что она не кошерная есть животные животные чистые из бегемат и гора вещь и не на ты гора есть нечистые животные духовно работяжный беседа но дотора собака тоже хороводящая но она тумная не зависит из таланец тебе кошерность ты еврей тебе не кошер на весь время еще там до конца это сам процесса можешь еще походи по ресторану так тебе уж хочется нет не знаю почему так но и кстати аж собака не противнее курицы да в принципе в чем разница не особо не досточки за ней еды как бы какая разница тебе это кусок мяса или курицы габака ради что курицы что великолепность в ее мясе мы друзей не едим да мы друзей не едим беседа кицу тора на тора нам сказала у нее свои расчеты сейчас наша тема почему это мясо это животное чистое это тумное и поэтому пчела на тумная она не за не зависит если из нее выходит меду правило то же самое выходит выходящие из тумного тумной также можно есть мед и говорят что пчела устроен таким образом что на самом деле не пропускает мед через свое тело у нее есть там какой-то нужно там получить и зоологию там и так далее если какой-то там сосуд которая на этот нектар вносит не проглатывает его то есть они перерабатываются ее телом это нельзя не выходит это возвращает то есть здесь какой-то подобие что она как бы в себя это вносит но его не съедает поэтому этот самый нектар не затумляются получается тоже есть в принципе есть проблема вышедшая из тумного тумное отвечает тора здесь нет тумного но да и те же тоже право лет мудрецы кто даст тебе чисто есть тумного не едины ли не всевышний то есть и выжил то так чего что она на самом деле на самом деле не поглощает этот мед и поэтому он в принципе не затумляется ей и он чистый если мы теперь пытаемся понять почему это это выбрано мы видим что мудрецы когда говорят нам про тором как вы что это комплименты земли израиля и она именно такие странные вещи которые на границе с тумой да так раз быть умное а это чистое мед это тумное а если какая-то нюанс что он кажется чистый то есть мудрецы говорят здесь тора нам намекает на очень важную вещь что в земле израиля которая славится именно этими вещами которых есть когда-то умное из которой выходит чистое чтобы показать тебе что в земле израиля это особенно земля в которой есть сила очистить туму в мире земля израиля может взять вещи тумные и превратить их чистые другими словами она может взять и зло превратить его в добро то есть обычно в земле в мире да зло это зло зло не зале очистить нельзя было сделать и руть его к чубе нельзя совершить сделать с ним хорошие поступки но в этой земле есть определенные свойства которые всевышний не заложил что в этой земле при исполнении тора и так далее можно очистить все силы все силы которые нам кажется которым мы обычно замеется ра они в этой земле могут очистить и стать инструментами и сосудами для святости да это примеру мы увидим как не в таком величайшем далеком будущем такое тумное такой тумной сосуд как интернет в котором есть много гадостей много тумы и много разврата много пошлости там и ужасных идей там и так далее народ израиль еще покажет всему миру как можно эту вещь очистить использовать ее только во святость только в добро только в укрепление шалома между людьми только укрепление семьи и любви и дружбы и там не знаю там или торы в мире и так далее это есть возможность такая в земле у народа израиля есть такая сила если народ и мир отчаялись в борьбе с порнографией да как известно когда юнеско если вы заправим юнеско рассматривали в идея как бы бороться с этим ужасными явлениями и так далее и и и они каким образом почитали сколько денег в уходе из этой тумной отрасли то они решили что нельзя с ней бороться потому что это будет экономический кризис там биржи попадают там тоже столько столько всего держится на деньгах которые идут с этой отрасли тумной ужасно что что им невыгодно как бы это закрыть то есть люди отчаялись отчаялись от борьбы с этими ужасным явлением да сегодня к сожалению есть ужасная ужасная статистика и поэтому у кого есть все эти телефоны какой с экранами и так далее то хотя бы минимум что уже сделать сегодня каждая компания дай мне эту зеленую карточку эту бумажку такая сегодня каждая компания сегодня телефонная в израиле то есть это продвижение к этому да сегодня каждая дивана компании пока еще не обязывает но предоставляет вот мы сейчас здесь карточку приобрести им карточку до установить как это синонатарин как бы родительский контроль и сегодня тоже есть в гугле сегодня это уже есть в каждой кредитной каждой сим-карте и так далее то есть это не блокирует тебе все нескромные вещи но все вещи грубая какая-то насилие убийство там и так далее все сайт и тогда связаны с такими вещами и все что-то нас очень грубой нескромностью они блокируют то есть сегодня это как бы входит уже в норму да то есть теперь вы конечно это с народа израиля как почему люди вообще с ним борются да потому что народе израиля те кто хотят более устрожить и быть действительно чисты от этого то есть аппликации которые ставятся в телефоны приложения которые действительно ты выбираешь себе там уровень как бы до строгости он тебе блокирует конечно и сайты которые сможешь посетить потому что если реклама нескромных и нескромные девушки там и так далее есть более глубокий уровень еще что это в этом она блокирует так далее тем не менее понятно что любой богатый человек не может и оставить свой телефон вообще незащищенным и тем более что нашему друзей сказали что это патропус на райот нет никакого как бы защитника адвоката для преступлений в сфере в сфере половых отношений там и так далее потому что это есть рак который всех путает никто никому не может выйти из этого сказать что у меня со мной это не случится это никто не может себе сказать и на патропус на райот нет никакого как бы гаранта для запретных половых связей имеется ввиду не только самодействие но и запрещено также смотреть и думать об этом там и так далее поэтому мы увидим как земле израиля например это сила интернет и так далее на без атошем придет чистоте и тогда все остальные силы которые с в мире в человеке земле израиля есть возможно чтобы эти все силы очистились изучать тору земли израиля из живя здесь дышать им воздуха находиться на земле это особенность этой земли сгула эта земля текущая молоко на медом также как молоко и мед они выходят как бы из тумного она превращается в чистая так это земля может взять всю туму в мире приобретите в чистоту то есть да это тоже от чего же люди отчаялись и все то зло которое в мире уже ведут но нет шанса что это изменится народ израиля еще покажет как в этой земле заслуга этой земли эти вещи изменятся если мы идем по мнению что что мед это финиковый мед да еще если нужно подумать с точки зрения если по моему нужно и я не знаю если источники что-то инжировый еще мед но зачастую понятие мед в торе это финиковый мед и тогда что мы должны объяснить с точки зрения фиников тамара очень особенное дерево и как нибудь будет с вами в экскурсии возле мертвого моря и там поговорим про финиковую пальму увидим ее глазами и поговорим ее духовной идеей да почему мы видим что праведник сравнивается с финиковой пальмой как мы говорим каждый шаббат цадика тамар и фраг праведник как тамар тамар это пальмовая век и пальма финиковая который давно он уже наверное мужская декил давайте дождемся экскурсии на мертвое море безотношем увидим своими глазами пальмы там вот интересно что я не знаю это правило такое но в израиле мы видим очень интересное явление что именно большинство плантаций финиковых пальм они находятся как раз долине мертвого моря это странно потому что там очень соленая почва там много соли а сам финик он жутко сладкий то есть если кто израильский свежий финик да который прям течет в этим самым течет соком этим то такой притренность что его есть почти невозможно то есть да это очень сладко нужно водой забивать и дети иногда говорят там если там покупаем уже не самый свежий а уже который там уже жить там сколько времени там на прилавках ты в коробках и так далее и они мне говорят папа это самое дай воды запить это самому больше пол финика никто съесть не может да такого размера финик там и все и арабы продают наши финики в другие страны в своих коробках пишут что это иорданские финики но это наши венки у нас покупают израильская пальма дает в год в среднем 180 килограмм фиников по всему миру средний принос год 17-20 килограмм 180 в среднем в мире с одной пальмой собирает 20 килограмм что-то такое птицу разница колоссальная в размере и все они продают наши финики и пишут что они если так особенно в то есть в пальме говорят мудрецы финиковой что она берет соленая горькая и превращает его в сладкое парадокс она пьет соленую воду дает марвий моток кто умеет делать из горького сладкое тоже сам та же самая аналогия взять что-то горькое из этого сладко это и земля израиля замена израиля берет вещи плохие тумны и горькие в ней сила у этого народа в этой земле и сила превратить зло в добро туму в чистоту горькое в сладкое поэтому это этим славится это комплимент земле да и есть интересная такая раф цида куб приводит отрывок из зогора что загоре сказано кто в будущем будет сидеть в ешиве машиаха говорит что в будущем будут разные ешивы нужно понять что эти вещи вода в ля-мабба то есть они не факт чтобы у стола и столами саду что люди будут встречаться с истиной что еще в это место не случаются с истиной в ней живы есть психология там социология там антропологии все что хочешь люди выдумывает пытается что продюйте философию мужской человеческий разум но но это не истинно мы видим все время что-то меняется в понятие меняется что а их цен она вечна абсолютно поэтому в народе израиль есть ешива вешиве есть истина если не меняется и в будущем люди встретятся с истиной кто попадет в самый высший кто-то попадет в группу с Раши он учил Раши хорошо он попадет в этот аспект истины кто-то храм, по-моему, не знает кто попадет, написано, в этот зал в котором преподает Маши Ахтору так спрашивает Зогар есть проходной бал написано, что на входе в зал, где преподает Маши Ахтору там есть длинная очередь и там есть параметры кто принимается вешиву Маши Аха так написано тот, кто умеет превратить зло в добро тумное в чистое и горькое в сладкое, может учиться вешиве Маши Аха то есть тот, кто изучил Тору таким образом, что все силы которые в этом мире обычно приняты у людей в современной культуре что это зло, что это плохо что это отрицательно, что это извращение что это вожделение и так далее все, что мешает проявить духовное кто учил Тору в земле Израиля таким образом, что смог все это в этом мире превратить к добру он достоится быть вешиве Машиха потому что вешиве Машиха учит такую Тору которая превращает, там нет зла все добро, все зло превращается в добро это не окус-покус имеется ввиду, что мы берем какую-то силу которая, скажем, деньги к примеру и превращаем это в инструмент который только развивает святость развивает шалом, увеличивает любовь в мире и не уничтожает, и не конкуренция и не убийства, и не захваты и не превращает человека в раба денег и так далее это не окус-покус поэтому в земле Израиля есть такая возможность что все эти силы, все стремления человек увидит их в аспекте позитивного, положительного это вещь этой земли поэтому то, что здесь написано земля текущим молоком и медом мы объяснили два вида меда сейчас мы возвращаемся к слову хорошую землю это понятие хорошая земля она хорошая, имеется ввиду мы сказали, что хорошая связана с понятием мусар мораль что свобода выбора что кто-то решает, делает добро или зло мы видим, что эта земля позволяет нам эта земля хорошая Това имеется ввиду, что в этой земле мы можем все силы превратить к добру все силы направить к добру нет ни одной силы то есть исправление мира это не когда мы всех убили и остались только праведники а когда все поэтому мы говорим в Алену Лишабех дайте мне Сидур быстро там на столе лежит Алену Лишабех первую часть занимается народом Израиля туда а вторая часть Алену Лишабех это не просто так мы заканчиваем эти молитвы каждый день и не просто так есть Алену Лишабех Алену Лишабех ее вообще место это в молитве Амида в Роша Шана из Роша Шаны ее взяли мудрецы в какой-то период и прикрепили как бы к концу всех молитвов всех год то есть нужно понять идею молитвы Роша Шана о чем там говорится Алену Лишабех и понять, что эту идею мы хотим продолжить целый год и в конце каждой молитвы мы говорим Алену Лишабех но источник этого всего это молитва на Роша Шана А к Валену Лишабех мы говорим во втором отрывке такую вещь обратите внимание каждый день мы это говорим Бархина Пши секунду это не заточки нас должно быть здесь второй так поэтому надеемся мы на тебя Всевышний Бог наш надеемся увидит вскоре великолепие могущества твоего которое сметет из туканов то есть идолов из лица земли и уничтожит идолов и будет установлена в мире власть Всевогущего и все сыны человеческие станут звать к имени Всевышнему и все грешники земли вернутся к тебе и признают и поймут все жители земли что при тобой всем следует преклонять колени и что своим именем должно кляться при тобой Бог наш склоняться они падут вниз воздадут почести славного имени твоему и все они подчинятся твоей царской власти и вскоре ты воздавишься над ними на веки вечные ибо тебе принадлежит царская власть и будешь ты царем во славе веки веков как написано в Торе твоей Господь будет царствовать во веки веков и сказано и станет Всевышним владыкой во всей земле и в тот день будет Всевышний признан народами мира Богом единым и моим имя будет единым то есть мы заканчиваем Лену и Шабеем тем что весь мир будет исправлен не что в мире будет атомная война все умрут останется только мы и больше никого нет нет все вернутся все грешники все зло все вернутся то есть через землю Израиля через народ Израиля в этой земле через историю земли Израиля мы возьмем все силы которые сегодня принято что это зло что это извращение что это негативно и так далее и мы покажем как эти все силы на самом деле могут быть огромным двигателем атомной энергии добра это первая часть а если говорю про вторую часть аль кедыковы это вторая часть да это вторая часть то есть мы видим то что мудрецы описывают то что Тора нам пишет такие комплименты земли Израиля что что она земля текущая молоком и медом земля хорошая широкая мы видим что это не просто так эти элементы выбраны как комплименты а все эти слова очень точные слово хорошее потому что приучает все зло к добру широкая потому что это действие еще духовное о пророчестве что оно широко не ограничена материальность молоко как мы говорили это вышедшее из тумного становится чистым И мед то же самое Либо это пчелиный мед, который вышел из Тумного Стал чистым, либо это финиковый мед Который вышел из Горького и стал сладким Заташем, чтобы мы удостоились Немножко-немножко привидеться К такой торе, к торе земли Израиля Которая превращает все зло к добру Безрат Ашем В скором времени, шалом Субтитры сделал DimaTorzok